Меня зовут Настя Красильникова, я журналистка и фемоактивистка. Я веду телеграм-канал «Дочь разбойника» о приключениях сексизма в российских медиа и рекламе. И вчера мне подписчики прислали ссылку на ролик, который разместил ЦИК Российской Федерации. Это ролик, рекламирующий голосование за поправки в Конституцию, который состоится вот-вот. И я сначала, честно говоря, подумала, что это пранк. Я подумала, что это просто кто-то издевается. И таким образом, типа, высмеивает то, что происходит вокруг этих поправок. Но оказалось, что это правда. Сделай хоть что-нибудь. Выходной день. Что-нибудь. Хорошо. Я дома. Ты где был? Где-где. Голосовал. За Конституцию. И ты сходи, сделай что-нибудь полезное. А я пока с детьми посижу и приберусь. Сделай хоть что-нибудь. 1 июля. Просоединиться к каким-то бытовым обязанностям. Он встает, надевает куртку и уходит. Я честно не очень понимаю. Он уходит и потом возвращается довольный собой. Говорит, я проголосовал за поправки в Конституцию. Сходи, ты тоже сделай хоть что-нибудь полезное. Меня больше всего в этом смущает. Даже не то, что это какой-то пещерный первобытный сексизм и система, в которой женщина, она как бы обслуживающий персонал, а мужчина решает проблемы и голосует за будущее своей страны. А меня смущает то, о чем думали сценаристы и вообще создатели этого ролика. В чем была задумка? Я не понимаю, какой момент в этой рекламе должен был зацепить аудиторию и действительно кого-то привлечь на избирательные участки. Для меня это загадка. По-моему, это просто ролик, в котором отвратительны все, которые издеваются над женщинами и которые, в общем, очередной раз говорит женщинам, что их место у швабры. Да, тут почему-то вот этот вот сюжет про мужа, который лежит на диване или сидит на диване, и женщину, которая хлопочет вокруг него, это частый троп у них. Вот тут женщина протирает пыль, а муж сидит и играет в приставку. Играя потом спокойно, с чувством выполненного дома. Проголосовал он, как вы понимаете, с айфона. А она продолжает как бы драйвить вокруг пыль. Что? Вот зачем это? Что это значит? Я не понимаю. В общем, короче, видимо, просто семья, представление этих людей, это вот такой вот круговорот женщин-уборщиц и лежащих на диване мужчин. И на месте мужчин я бы тоже очень сильно возмущалась, потому что мне кажется, что должно быть ужасно обидно, когда тебя изображают вот таким вот... каким-то бесчувственным, абсолютно прямым, как палка, мужеланом. Целуются. Расстегивает платье. Достает айфон из кармана. Вспомнил, что надо проголосовать. Подожди минуту, голосуй. Готово. Голосуй где угодно и когда удобно. Голосуй онлайн по поправкам в Конституцию. С 25 по 30 июня на 2020.og.ru Голосуй за свое будущее. В этом ролике просто все ужасно. Мне, к сожалению, кажется, я часто об этом очень говорю и пишу, что сексизм в рекламе очень часто показатель плохого вкуса. И это как раз тот самый случай. Ну то есть здесь просто тоже опять мужик решает посреди прелюдии посмотреть телефон и проголосовать за поправки. Что у нас тут? Ты где был? Голосовать ходил. В гараж. В гараж. Голосуй где угодно и когда удобно. Голосуй онлайн по поправкам в Конституцию. С 25 по 30 июня на 2020.og.ru Голосуй за свое будущее. Ну тут тоже как бы российская семья, где жена стоит, значит, у дверного косяка и ждет мужа. А когда он приходит, спрашивает у него, скрестив руки на груди, ты где был? А он ей говорит, голосовать ходил. Опять как бы в семье почему-то голосуют только мужчины в этих роликах. Ну то, что у нас на государственном уровне декларируются вот эти вот сексистские нормы, это, ну мне лично ужасно обидно. Я люблю свою страну, я хочу, чтобы мне было не стыдно в ней жить. Но по очень многим причинам, к сожалению, это не так. И вот такие вот агитационные ролики, они только добавляют. И мне еще ужасно обидно, конечно, что это делают на мои налоги. Вот, потому что при таком количестве, я не знаю, талантливых сценаристов и производителей видео в России, сделать такую шляпу, это тоже надо постараться. Субтитры сделал DimaTorzok